Привет, друзья! Сегодня хочу поделиться с вами невероятно крутым рецептом приготовления просто очень вкусного пирога, рецепт которого состоит всего лишь из трех простых продуктов, которые вообще несложно найти. Конечно же, его можно дополнить любыми составляющими по вашему вкусу, но он и так получается очень вкусным. Нам понадобится три крупные отварные картофелины, отваренные в подсоленной воде. Их нужно пюлировать. Я просто вот так вот толкушкой толкую эту картошку. Затем сразу же сюда еще в горячую картошку добавляю муку. Муку можно добавлять и даже чуть меньше, тогда у вас масса сама по итогу будет просто чуть-чуть мягче, так даже лучше возможно будет. У меня на три крупные картошки ушло 150 грамм муки. Пока картофель еще горячий, перемешиваю лопаткой, чтобы не обжечь руки. Но когда это уже возможно и масса не такая горячая, замешиваю руками. У вас масса может стать немножко мягче, может стать вообще такой немножечко плывучей, но это нормально. Это все зависит просто от картошки и количества ее крахмала. Это никак не будет зависеть на итоговый результат, потому что по итогу у нас еще мука схватится в духовке и все равно масса станет плотной. У меня получилось вот такое вот тесто, которое я расправляю в форме и делаю бортики. В форме тесто должно быть не больше, чем в сантиметр, то есть толщина теста не должна быть больше сантиметра. И также сюда высыпаю сыр. Лучше всего сюда подойдет сулугуни и моцарелла. Можно немножечко моцареллу разбавить каким-нибудь вкусным сыром, который немножечко оттенит. Какой-то интересный вкус придаст. Отправляется это все добро в духовку и посмотрите, какая красота получается. В духовке он провел у меня 20 минут при температуре 220 градусов. И он очень румяный. Можно чуть-чуть его даже поджарить сверху посильнее, и тогда прям получатся такие черные вкрапления на моцареллке. Это очень красиво. А также это очень вкусно. Это просто нереально пахнет, божественно. Есть его, конечно, лучше горячим. Повторюсь, у меня вышел пирог диаметром 20 сантиметров. Вот такой вот он красивый, он сочный. Если он у вас уже остыл, его, конечно же, можно подогреть либо в микроволновке, и он становится таким же вкусным, как и в самом начале. Это просто быстро и очень вкусно. Обязательно пробуйте, не забывайте, конечно же, поставить лайк, и напишите, нравится ли вам такие вот простые рецепты, которые можно приготовить за несколько минут. А с вами, как всегда, был Кекс. До новых встреч. Встретимся в комментариях. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...